Я дам вам одну рекомендацию на следующий забег. Не тормозите. Что-то мне не понравилось там. Я подумала, что он должен быть выше. Это гениальный ответ. Я передаю привет всем котельщикам. Я сейчас вас всех опозорю. Их надо местами поменять. А-а-а! Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья. Я зовут Сергей Акишев. Это Викторина «Бегом за деньгами» здесь, на телеканале Хабар. Команды в нашем проекте собираются для того, чтобы посоревноваться. Конечно же, в знаниях, но при этом еще и в скорости реакции, в скорости бега, в периферийном зрении. Да в чем только. И это прекрасно, это здорово, это интересно и очень увлекательно. Спасибо большое за то, что вы с нами. С огромным удовольствием представляю сочетников соперников. За синим столом. Дильбара Абубакирова, Батаджан Тазабеков. Конечно же, вы знаете этих замечательных артистов. Батаджан – солист уникального коллектива «Джигитс». Почему уникального? Мы об этом еще поговорим. Дильбара участвует в замечательном мюзикле «Джулия», который, собственно, вот сейчас будет. И большая команда этим занимается. Мы об этом обязательно поговорим. Ваши соперники сегодня за красным столом. Мои коллеги из медиабизнеса. Элеонора Музирова занимается административными вопросами в медиа. И Гульки Акбай – операционный директор холдинга, тоже связанного с медиа. Итак, вы готовы побороться? Сегодня, знаете, как интересно получается? Шоу-бизнес против медиабизнеса, да? Неравный бой. Давайте пожелаем классных забегов нашим участникам. Поехали, пожалуйста, аплодисменты. Поехали, пожалуйста, аплодисменты. Поехали, пожалуйста, аплодисменты. Поехали. 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 Счастливая монета. С одной стороны она синее, с другой стороны красная. И сейчас она определит, какая команда первой будет выбирать категорию. Это очень важно. И это синие. Так, отлично, прекрасно. Батержеанна, Дильбара, вам на выбор – мультфильмы или школа? Ну школа? Или что? Мультфильмы, не знаю. Ну если ты сильно, то… Давай школы. Давайте школу. Давайте школу. Вам достаются мультфильмы. Нормально? Да, а куда деваться? Окей. Хорошо. Из того, что было. Да, вы начинаете первыми. Прошу красные кнопки под аплодисменты нашей студии. Этот момент поступил. Давайте, прежде чем начнем забег, передадим привет вашим школам, где вы учились. Так, Батаржан, ты первый или Дельбара первый? Давай, Дельбара, ты начнешь. Я передаю привет всем котельщикам. Я сейчас вас всех опозорю. Прекрасное, мотивирующее начало. Не заглядывай вперед. Передаю привет первой школе-гимназии. Замечательно, прекрасно, супер. Ну, а теперь, собственно, вопрос. Итак, смотрим на правую сторону табло. Там появляются школьные предметы. Русский, география, геометрия, химия, биология и история. Вот так. То ли мы выбрали, сейчас я задумался. Есть любимые предметы здесь? Да. Замечательно. Мегиолет, химия, география. Ага, вау, какие серьезные у нас ребята сегодня. А здесь будут появляться темы уроков по тому или иному предмету. Три, два. Готовы нажать на кнопку и бежать? Да. Да. А здесь нажимаем на кнопку и побежали к табло. Вперед, 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 быстрее. Первая табличка. Не металлы. Так, это у нас. Ага, отлично, здорово. Дальше, следующая табличка. Бронзовый век. А, я думаю, что можно и нужно будет что-то поменять, если хочешь. Так, и, Вильбара, хочешь нести корректировки? Так. Корректировки. Так, давай, 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 вперед. Хорошо, молодец, отлично, прекрасно, замечательно. Вот теперь все хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, к сожалению, прям вот вы полностью использовали отведенное время, а не чуть меньше, поэтому 10 баллов дополнительных за скорость у вас нет, но правильные ответы, по-моему, по-моему, все верно. Давайте проверять. Итак, причастие, это, конечно же, тема по-русскому. Радиус, геометрия. Не металлы, химия, который говорил об отержанной бронзовый век. Конечно же, история. Молодцы, супер! АПЛОДИСМЕНТЫ Возвращайтесь к нам сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я дам вам одну рекомендацию на следующий забег. Но она, кстати, не только для вас, она и для вас тоже, да? Не тормозите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ То есть как бы один на старт, и когда уже второй бежит обратно, понимаешь, вот это все, да? И там поправить и так далее. Договорились? Все. Ну, тем не менее, результат прекрасный. Ну, вот 10 баллов, честно признаться, не хватило. Итак, о мультиках сейчас будем с вами разговаривать. Прошу красной кнопки. Давайте поддержим аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас есть дети, и поэтому я уверен, что в мультиках вы разбираетесь. Есть любимые мультфильмы? Семейные. Есть. Так. Ну, я очень люблю корпорацию монстров. И, мол, не могу, я могу вам прям дословно. В обратном порядке, да? Не прям его, но мне даже волосы. Так, хорошо, Элеонора. Король лев. А, вау. Прямо еще. Классику сегодня называют наши участницы. Это здорово, замечательно. Итак, сейчас будет ваш вопрос. Там появляются Хортон, Аладдин, 101 Далматинец, Золушка, Лила Истич и Тарзан. Ну, тоже классика, да? Ну, почти. Кто такой Хортон? Так, кто-то смущает, да? Какой? Да, Хортон я не понимаю. Будем надеяться, что как раз про Хортона ничего не будет. Итак, а слева, внимание, ваш вопрос, будут появляться персонажи из этих мультфильмов. Одно к другому нужно сопоставить. Итак, три, два, один. Нажимаем на кнопку и побежали. Первая табличка – это Джамба. Давайте поддержим пульсаментами наших участников. Так, и идем дальше. Следующая табличка – это Круэлла. Ага. Так, дальше. Мэр. Очень интересно, должность или имя имеется в виду. Так, и последняя табличка – Джафар. Так, так. Ага. И бегом обратно. Успели, молодцы. Прекрасно, прекрасно, замечательно. Уложились в пределное время, поэтому 10 баллов за скорость. Так, что? Ну, мы, я так понимаю, мы мэра поставили на угад и... А мэра, в смысле, от обратного, да? Да. Что за мэр и что за Хортон? Не знаю, может быть, они как раз друг к другу и подходят. Но вы подстраховались, вы взяли 10 баллов за скорость. Теперь давайте посмотрим. Мэр и Хортон, правильное ли совпадение? Итак. И это правильное совпадение! Замечательно, прекрасно. Джафар, конечно, из Аладдина, Круэлла из Далматинцев. А Джамба из Лилы и Стича. Да, молодцы, супер! Пойдемте. Пойдемте сюда. Кого нужно благодарить за эти познания? Ваших детей или вас самих? Детей, конечно. Хорошо, прекрасно. Просто я тоже сам люблю... Только вот за Хортона надо будет поговорить. А, хорошо. Я тоже сам просто люблю эти мультики. Мне кажется, наши дети, они вот для них это уже такое, немножко ретро. Нет? Есть такое, но они смотрят. Ага, замечательно. Прекрасно. Итак, у вас 50, у вас 40. Ну, это совсем небольшой разрыв. Я уверен, во втором раунде можно будет его с легкостью нивелировать, куда мы, собственно, и переходим. Поехали! Друзья, это второй раунд нашей викторины. Сегодня наши соперники за синим столом играют батаржан Тазабеков из «Джигиц» и «Дельбара» Бубакирова из прекрасного мюзикла «Джулия». Кто о нем будет рассказывать? Вы вместе или начинай с «Дельбара»? «Дельбара» расскажи. Да. Про мюзикл, в котором мы участвуем. Итак. Это, я не знаю, что сказать. Это премьера года. Да, это премьера года. Поэтому это будет грандиознейший проект, в котором нам посчастливилось участвовать с «Дельбарой». Да. Все-все-все ребята задействованы очень много талантливых, крутых людей. Мы делаем чудо для вас. Поэтому приходите поддержать. Спасибо огромное. Обязательно приходите на этот мюзикл. Итак, вы у нас немножечко отстаете от команды «Красных». Как вы промежуточные лидеры, вам, Айгуль и Элеонора, выбирать категорию. Итак, астрономия или цвета? Эй, позориться так. Удовольствием. Давайте астрономия. Ого. Вот это да. Вам они оставляют цвета. Цвета. Спасибо. Спасибо большое. Давайте посмотрим, что там по астрономии. Что за вопрос? Я вряд ли делаю. Очень-очень интересное решение. Сейчас посмотрим. Итак, вопрос по астрономии. Давайте посмотрим на правую сторону табло. Там появляются определения, я бы так сказал, тех или иных небесных тел, если уж на то пошло. Планета, комета, звезда, астероид, спутник и галактика. Вот как интересно. А слева, ну, собственно, конкретный, там, та или иная планета или тот или иной астероид. И одно с другим нужно сопоставить. Ну, я вроде так, ага, сечу, короче, я буду, не переживаю, я там вот так поправлю. Ага, прекрасно, замечательно. Готовы? Да. Ехала. Три, два, один, нажимаем на кнопку, побежали. И первая табличка – это Луна. Так, Луна у нас дальше. Интересное решение. Марс. Ага. Так, решила, я думаю, внести корректировки. Двигаемся дальше. Следующая табличка. Солнце. Так, молодцы, замечательно. И так, хорошо. И последний таблички. Вот тут, наверное, будут интересы. Решение должна успеть. Так, три, два, один. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, десять баллов взять не удалось. Так, а вот теперь туда, там. Все, нравится? Немножко, я вот не понимаю, Луна, немножко сомнение есть у меня. Космос. Не космос какой? Не комета. А так все вроде остальное. Ладно. Ну, давайте считать баллы. Итак, Марс, это, конечно же, планета. Наши Солнца, это звезда. Луна, конечно же, спутник планеты Земля. Млечный путь галактика. Молодцы. Да, правильно, все верно. Возвращайтесь к нам сюда. Астрономия. Все было хорошо, все было замечательно. Но при этом, как интересно получалось, они сейчас не взяли 10 баллов за скорость. Если у вас сейчас будет 4 правильных ответа, и вы еще это сделаете быстро, то счет как бы... Мы разделим все деньги пополам. Это будет интересно чуть попозже, пока не надо забегать вперед. Итак, категория и вопрос про цвета для Дильбары и Батаржана. Прошу, пожалуйста, кнопки. А хочешь, что-то забавнее? Ты говоришь, астрономия или цвета, а мне звучат цветы. И я такая думаю, нет, цветы я вообще не выгребу, лучше тогда астрономия. И сейчас такой вопрос, какой цвет? Какой вы выбирали? Так, ну не цветы, а цвета. Давайте все-таки с этим определимся. Итак, очень интересный вопрос для вас подготовила наша компьютерная система и группа редакторов. Давайте сначала посмотрим на правую сторону табло. Тут появляются два цвета, которые, если смешать, то получится один из цветов с левой стороны. Желтый плюс синий, желтый, красный, синий, красный, красный, белый, синий, оранжевый, черный и белый. Ну, то есть такой вопрос про колористику. Ремонты, например, как-нибудь участвовали в ремонтах? Мы же всегда, вот только сейчас мы занимались смешанием этих цветов. Тогда для вас это вообще должна быть легкотня, нет? Хорошо. Итак. Я даже не представляю себе, не просто сочетаю. Я прям даю возможность немножко посовещаться. Ага. Мне кажется, совещание не поможет. Три, два, один. Нажимаем на кнопку и побежали. Первая табличка. Оранжевый получается из чего? Очень интересно. Так. Дальше. Только быстрее, пожалуйста. Быстрее. Очень много времени тратить. Зеленый получается при смешении. При смешении. Так. Вот так. Очень интересно. Дальше. Мне кажется, Баттержан все-таки сейчас захочет поменять обратно. Так. Ага. И последняя табличка. Количественный получается при смешении. Итог. Так. Дильбара, 10 баллов за скорость не взяла, к сожалению. А возникает вопрос, зачем ты его там поменяла? Вот то, что Баттержан поставил. Тебе не кажется, что он все правильно сделал? Такие. Так, все. Мы больше с тобой не разговариваем. Да. Нет, это на самом деле, может, я ошибаюсь. Давайте сейчас проверим. Итак, совмещение с желтого и синего цвета дает ли нам фиолетовый? Нет. Совмещение с желтого и красного дает ли зеленый? Ну, как-то нет. А синий, красный и коричневый? Нет. А красный, белый и оранжевый, получается, в итоге? Тоже нет. Это надо было постараться, ребят. Итак, ну, давайте начнем с ответа, который нам дал макет. Вот это все-таки вот так, да? Ну, как бы логично. Так. Я думала, красный, белый и оранжевый. Зеленый, вот это интересно, да? Это желтый и синий, да, когда смешиваются. Так, фиолетовый. Фиолетовый идет у нас вот сюда. Это синий и красный, и коричневый. Вот так. Как интересно. Очень сложный вопрос вам достался. Я считаю, что вы, тем не менее, с честью с ним попытались справиться, поэтому аплодисменты в команде. Синий. Да. Блин, это сложно было. Конечно, я не могу. Вопросы у коллегами. Не расстраивайтесь, пожалуйста. Все хорошо. Впереди еще целых два раунда, где вы можете отыграться. Вам, тем не менее, ни в коем случае не надо быть такими, что большой гэп. Продолжайте также играть замечательно и хорошо. И впереди третий раунд нашей викторины. Поехали. Друзья, мы тут обсуждаем, да, Эдильбары уже... Ну, так, надо. Вот, нет, вообще, знаешь, в нашем логотипе. Вот это вот. Да. Ну, как она. Да. О, прекрасный, замечательный боевой настрой, но, правда, лидеры у нас сейчас команда красных, и мы выбирать категорию. Философы или птицы? Айгуля, Леонора, выбирайте. Ты орнитолог или нет? Ну, философы тогда. Философы? Да. Я что-то с птицами боюсь, что... Астрономию они выбирают, философию. Какие молодцы. Так. Ну, потому что я не орнитолог. Вам оставили птиц. Птиц. Очень интересно. Посмотрим, было ли это правильное решение. Можно называть птиц. Потому что по логике, та команда, которая заработала право выбора категории, ну, наверное, должна постараться выбирать для себя что-то полегче. То есть философии полегче, чем птицы. Мне птицы сложнее, я не орнитолог. Философ ты, да? Я больше философ, наверное. Прекрасно. Прошу, пожалуйста, сюда, к нашей кнопке. А мне тогда кто? Вы обсуждаете тактический, как будете бежать? Да. Слух. Хорошо, прекрасно, замечательно. Готовьтесь, настраивайтесь. Но пока Леонора Музирова, Айгульки, Акбай готовы к своему забегу, связанному с философами. Внимание, вопрос. На табло появляются страны. Страны Греция, Германия, Китай, Франция, Голландия и Англия. Итак, ну, то есть здесь есть ли страны, которые, как бы, сейчас, возможно, называются несколько иначе, или тогда назывались несколько иначе, но в целом понятно, о чем идет речь. То есть если Греция, то, возможно, это древняя Греция. Голландия, хотя сейчас называется Нидерландой, но тогда называлась Голландия. В общем, слева будут появляться философы, которые из той или иной страны. Давай, пробовать методом тыка. Пальцем в небо. Да? Хорошо. Главное, делайте это быстро, и так? Три, два, один. Нажимаем на кнопку, поехали. Первая табличка – это... Дице. Так. Дальше. Следующая табличка. Олега, здравствуй, стоит нормально. Так, ампуций. Так. Дальше. Еще одна табличка. Спиноза. А сейчас, 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 куда-нибудь, куда-нибудь, быстрее, быстрее. Так, и... Решила ввести корректировку вдруг Элеонора, но вот здесь возникает вопрос. Так, так, и успеет она, нет, успеет. Давай, давай, давай. Ты зачем переставила? Это же Германия. Он же немец. Ницше. А давайте узнаем у Элеоноры, зачем она, Ницше, решила переставить в Грецию. Мне не понравилось это. Это гениальный ответ. Ну, не понравилось мне все. Вот я решила переставить. Итак, 10 баллов за скорость. Тем не менее, вы заработали, несмотря на то, что вот эту заминку – это круто. А теперь давайте-ка посмотрим на правильный ответ. Аристотель, все-таки, конечно, это Древняя Греция. Ницше. Немецкий философ. Конфуций, конечно же, из Китая. А вот Спиноза из Франции или так? Три, два, один. Да, нет. К сожалению, Спиноза у нас... Есть догадка? Нет. Голландия. Из Голландии. Вот это правильный ответ. Итак, отлично, прекрасно, замечательно. Прекрасный результат в достаточно сложном задании. Давайте поаплодируем команде красных. 10 за скорость, 30 за правильные ответы. Вам в вопросе о птичках Батаржан и Дельбара. Ну, смотрите, давайте сейчас прикинем, чтобы вы так не расстраивались. Сейчас вы делаете 50, это получается у вас 90. В следующем, четвертом раунде они не отвечают ни на один вопрос, а вы отвечаете на все. И тогда все, вы выиграли. Короче, нет никакой вероятности. Нет, она есть. Небольшая, но все-таки есть. Я к тому, что ни в коем случае не нужно сдаваться, хорошо? Итак, давайте поддержим аплодисментами Батаржану и Дельбару. Поехали. Удачи. А теперь птицы. Важное очень уточнение. Не просто птицы, а мифологические птицы, да? Мифические. Так, давайте посмотрим на табло. Там появляются гамаюн, рух, гаруда, гарпия, ятагорасу и пен. Вот как интересно, да. Хороший выбор был, на самом деле, по поводу философов. Вы сами когда-нибудь слышали эти названия? А это птицы такие существуют? Это птицы мифические, да. Из различных преданий, мифов разных стран. И, внимание, ваш вопрос. Слева как раз эти самые страны будут появляться, где, ну, в мифе... Где был создан тот или иной миф о той или иной птице. Итак, три, два, один. Поехали, нажимаем на кнопку. И первая табличка. Это Япония. Это Япония. Здесь очень интересный момент. Так, дальше. Следующая табличка. Китай. Ага, Китай. Так, 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 так. Быстрее, быстрее, быстрее принимай решение. Следующая табличка. Персия. Древняя по повседневности. Так, здесь речь идет о... Ага, и последняя табличка. Индия. Так, и бегом обратно. Вау! И только сейчас звучит финальная серия. Вы сейчас были очень близки к нашему тайм-рекорду. Мне очень интересно, почему вы это не делали в первом и втором раундах. Здесь мы просто наугад уже. Здесь... Крабанг. Не знаю, как на счет-то угад. Итак, 10 баллов за скорость вы сделали. А теперь смотрим на правильные ответы. А птица Рух. Это Индия? Нет, к сожалению. А птица Гаруда. Это Персия? Тоже нет. А вот два последних ответа. Япония. Это Гарасо. Да. Китай. И птица Пен? Да, молодцы! Супер, отлично. Подождите, подождите. Давайте вот сейчас разбираться с ними. Как? Птица и Гаруда, да? Их надо местами повинять. Ааа, как обидно, да? Совершенно. Вот сейчас у Дильбары была верная догадка. Птица Рух в Персии, а птица Гаруда в Индии. Аплодисменты команде Синих. Молодцы! Так. Разрыв сократился. Есть еще некоторая возможность отыграться на самом деле. И о ней мы узнаем в четвертом раунде нашей битвы. Поехали. Итак, мы в четвертом раунде находимся. Леонора Музирова и Гульки Акбай. Сегодня наши лидеры по итогам первых трех раундов вам и выбирать вновь в четвертом раунде категорию. Свадьбы или многогранники? Ну, свадьбы тогда. А я бы думал, сейчас многогранники выберите. Астрономию они берут, философию берут. А вот многогранники почему-то нет. Хорошо, подумайте. Нет, нет, я жучу, конечно. Свадьбы, свадьбы. Свадьбы, хорошо. Вам достаются? Многогранники. Да. Вам достаются... Вот у нас были планы в 23-м году многогранники изучить. Да. Прекрасная, замечательная идея. По нашим правилам, в первом четвертом раунде начинает та команда, у которой меньше баллов. И это команда синих. Прошу, пожалуйста, красной кнопкой под аплодисменты нашей студии. Будем разбираться с многогранниками. Помните, как мы сегодня начали, да, со школы? Вот сейчас забавно, что в некотором роде вот этим тоже мы заканчиваем. Как было по геометрии в школе? У меня была пятерка. Так. Да я уже ничего не помню. Да, это было давно. И неправда. Сейчас посмотрим. На зависимости, что сейчас будет. Мне кажется, вопрос как раз на тему многогранники, он такой классический школьный вопрос. Давайте посмотрим на первую часть вашего вопроса. Это количество граней 4, граней 8, бесконечность граней 6, граней 12 и 20. А слева, собственно, те или иные многогранники к соответствующему количеству граней. Так, Батаржан сейчас быстренько проводит какие-то подсчеты. Я просто вспоминаю. Этот, мозг мой в этих полках сейчас лазит. Длинных. Мы тебе можем дать еще по это самое, посоветоваться со своим мозгом, с воспоминаниями. Все, мы посоветовались. Все, посоветовались. Хорошо. Готовы к забегу. Три, два, один. Поехали. И первая табличка – это куб. Сколько граней у куба. Это же надо еще посчитать. Так. Очень интересно. Дальше. Следующая табличка. Сколько граней у шара. Так. Дальше. Октайдер. Это уже несколько посложнее. Так, 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 так. И последняя табличка. Адельбара, давай, Дадыкаедр. Сколько граней Дадыкаедра. И молодец. Успел и пересечь финишную черту. Это здорово. 10 баллов за скорость вы берете. Это очень важные 10 баллов. И аплодисменты этой команде с очень сложным заданием. Они все-таки умудрились справиться в отведенное время. Даже с небольшим запасом. Так, куб вызывал вопросы. Давайте сейчас его вспомним. Кубик. Сколько граней кубиков. Так. Ага. У меня вообще вот с таким стереометрическим мышлением на самом деле сложно. Достаточно. 4. Правильный ответ? 12. Нет, конечно. К сожалению, да. Неправильный. Октайдер. 8. Время очень стыдно. Вот это правильное решение было. Это замечательно. Шар. Бесконечность. Тоже правильный ответ. Молодцы. До декайдер. Это... Тибора. Ну, так... Нет. Очень жаль. Хорошо. Так, теперь мы уже посчитали. И Батаржан мне сейчас скажет, куда поставить куб. Куб это 12. А, 6. 6 же. Да, 6. Так. Это до... Вот это. До декаэдер. До декаэдер. 12? Да, до декаэдер. Хорошо. Вот теперь все правильно. Замечательно. Аплодисменты. Они все-таки помнят уроки по диаметрии в школе. Возвращайтесь к нам сюда. Забег подсчета сейчас будет совершен командой красных. То есть важная ремарка. Вы помните о том, что у нас есть Ариапак суперигроков. И у вас сейчас есть замечательная возможность в нем оказаться. Потому что он начинает как раз со 180 баллов. 180-190-200. Готовы? Конечно. Свадьбы. Казахстан. Твой подписан. Пойдемте сейчас посмотрим, что у нас там будет про свадьбы. Будут ли это казахские свадьбы? Или какие-то со всех стран? Сейчас будем разбираться. Итак, Элеонора, Айгуль. Есть такой вот, ну я не знаю, какой-то такой интернациональный на самом деле момент. Он не принадлежит там одной какой-то национальности. Ну, там, русские как бы используют. Многие страны бывшего Советского Союза. Количество лет и название свадьбы. Итак, давайте посмотрим на количество лет с правой стороны. Три года. 40. 35. Отдельно есть 35. 11. Ой, как интересно. 20. 80. Вау. Почему? Я прям сейчас призадумался. У каждой... Почему нет 50, 25? Я не знаю. Это что? Потому что это четвертый раунд. Это что вообще? Ну ладно. Так, хорошо. Я скажу, народные названия свадеб, да? Итак, 3, 2, 1, поехали. Первая табличка, первая свадьба. Коралловая. И такая есть. Очень интересно. Что это? Так, не знаю, но позанная свадьба. Да ладно. Так. Очень интересное решение девушки приняли. Рубиновая свадьба. Я даже не слышала таких. Так, и вот так. И последняя табличка. Духовая свадьба. Это очень интересно. Это... Так, и бегом обратно. Супер. Логика понятна, да? Да, я думаю, что руки надо срочно позже. Вот сейчас очень интересный вопрос. Логика, тактика вашей действий вообще проглялась. Что типа ставим все таблички подряд. Но Леонора вдруг решила внести изменения. Почему? Я подумала, что рубин, он же дороже. И, наверное, из этого годы будут больше. Друзья, я подчеркиваю. Весь этот цикл мыслей пронесся в голове буквально за миллисекунды. Вот почему я считаю, женщины лучше нас, мужчины. Они в этом смысле... Сразу два полушария, что-то... На ходу принимают решение. Если вам уже скорость-то не сделали, а теперь давайте посмотрим на правильные ответы. Три года кожаная... Коралловая свадьба. Нет. 40 лет. Свадьба рубиновая. Да, молодец. Это было правильное решение. Свадьба кожаная. 35. Нет. Смотрите, Абатриджан прям все знает, о чем идет речь, да? Вот эти кожаную свадьбу знаю, коралловую свадьбу знаю. А дубовую свадьбу правильно они поставили? Дубовую, это, наверное, самое первое. Так, и смотрите. Ближе к свадьбе первой. Вот сейчас интересно разобраться. Итак, 10 баллов за правильный ответ мы вам даем. Хотя бы. Три года это... Три года она? Нет. Она, представляешь, кожаная свадьба. Три года. Так. Хорошо. Коралловая свадьба. Леонора. Как бы коралл, как бы логику Маши вспоминаем. Так, и дубовая свадьба. Она самая дорогая у нас. Догадки. Или самая? 20. Нет. Давайте вместе. Долгожитель. Долгожитель, да. Дуб, он много-много лет стоит, и вот поэтому 80 лет. А-а-а-а-а! А давайте все вместе сделаем. Раз, два, три. А-а-а-а-а! Вот она. Вау, как здорово. Итак, команда синих, я считаю, сегодня игра просто замечательная. Немножечко... Мне кажется, знаете, в чем не получилось? Вы это поняли, мне кажется, сами уже по ходу. в начале, вот, не хватило вот этого драйва, да? Поэтому я буду рад, если мы с вами в новом сезоне встретимся и сыграем еще раз. Обязательно. Да, такой, типа, матч реванш. Может, придете подготовленные, все уже такие заряженные, хорошо. А с вами мы встретимся в финальном забеге прямо сейчас. И прекрасная традиция, команды поджимают друг другу руки в завершении четырех раунда. Давайте их поддержим. Спасибо. Димара Бутыджан, огромное вам спасибо. Увидимся на мюзикле. Пока. Элеонора и Айгуль. Так, 150. Прямо шикарный результат, особенно при тех достаточно сложных вопросах. И женская интуиция? Она образна. И логика главная. Посмотрим, поможет ли эта девушка выиграть наш главный денежный прыж в финальном забеге. Поехали. Дорогие друзья, это финальный забег Викторины «Бегом за деньгами». В него прорвались медиабизнес. Сегодня победил шоу-бизнес. Элеонора Музирова, административный директор. Айгуль Киагуа, операционный директор. Коллеги работают в медиабизнесе. Кстати, вот мы об этом как-то очень мало поговорили. Давайте минутку буквально перед финальным забегом. Как вот сейчас, когда вы находитесь не за кадром, а уже в кадре, это другие ощущения? Абсолютно. Слушай, здесь такой азарт. Такое вдохновение какое-то появляется. Еще раз будем участвовать? Хорошо. Элеонора, вы что скажете? Вам понравилось? Я привыкла работать за кадром. Не надо там. Но тем не менее, у вас здесь получается достаточно неплохо. Потом мы еще выяснили, что вы астрономы, философы. И вообще просто молочинки. А теперь вам нужно выигрывать денежки. Итак, давайте начнем с первого шага. Выбор стены. Красный или фиолетовый? Красный. Давай. Красный. Мы начали с красного зеленого. Хорошо. Итак, красный цвет, красная стена. Там появляется слово науэрэс. Замечательный, прекрасный праздник. Наш Новый год. Время обновления. Теперь второй момент. Кто будет в игровом поле? Кто будет здесь подсказывать? Я буду бегать. Хорошо. Замечательно. Айгуль, целых 60 секунд. 8 табличек. 4, которые про ноуры с этой стороны. 4, которые не про ноуры с той стороны. Элеонора, вы можете подсказывать. Порядок. Абсолютно не важно. Но вообще, я бы сказал о том, что, наверное, удобнее начинать расставлять таблички с дальней стороны. Это возможно сэкономить некоторое количество времени. Итак, готовы? Да. 3, 2, 1. Поехали. Первая табличка. Так. Это сюда. Ставь, уже куда-нибудь. Следующая табличка. Это сюда. Так. Элеонора, прекрасный специалист. Так, а с этой традицией. А что это сюда? Так. Очень хорошо. Я думаю, это тоже... Это не... Так. Дальше. Вот это помогло. Так. Ага. И... Так, что здесь? Что здесь? Это туда. Отсюда. Вот, что это все корректно. То... Осталось всего две таблички. Да. Так. И... Последняя табличка. Ой, это легко. Так, 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 так. Осталось всего 2 секунды. Все нравится, все устраивает. Браво! Все нравится. Молодцы, супер! Вау! Так, ну давайте-ка сначала разберемся с красной стеной. Итак, наурыз в третьей декаде марта начинается календарно. И... Только сейчас звучит финальная сирена. Поэтому у нас в связи с предстоящими праздниками мы премируем наших игроков. Это не на постоянной основе, только в преддверии Нового года. Ну посмотрим. Будут у нас коммерческие спонсоры, друзья. Связывайтесь с агентством Хабар. Связывайтесь со мной лично в соцсетях. И давайте денег нашим игрокам еще. Да, да, да. Вот. Потому что пока это только спецпризы на Новый год. Итак, плюс 10 тысяч тенге. Вам за суперскорость в финальном забеге. Молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ КСТУ Алтобакан Наурускожие И Уйкашар Это, конечно, все так или иначе традиции интересной активности, связанные с периодом Наурыза. И вы выиграли еще 100 тысяч! Молодцы! Итоговый ваш результат на данный момент 110 тысяч тенге. Я предлагаю вам еще больше денег заработать, но это будет сразу после рекламы здесь, на Хабаре. Не переключайтесь, будьте с нами! Это викторина «Бегом за деньгами». А представители медиабизнеса сегодня в нем находятся Леонора Музирова, Айгутки, Акбай. Прорвались сквозь первых четыре раунда с прекрасным результатом. Замечательный результат по скорости показали в первой части финального забега. Наурыз расставили все правильно. И вы говорите, что легко. Но прежде чем... А, надо же договориться. Итак, бонусная игра. Мы даем обычно 20, но сегодня в связи с наступающим Новым годом увеличиваем. 30 тысяч вам даю. Но, правда, в случае неправильного ответа будет минус 30 от ваших 110. Сыграем, тем не менее? Выбираю сектор плюс на барабанке. Автомобиль! Да. В общем, играем, да? Ну да. Хорошо, замечательно. Итак, прочитайте, пожалуйста, вслух, что написано с фиолетовой стороны. Беск той, цаокису, куркунаншуару и адхою. Итак, очень интересно, что объединяет эти четыре... Ребенок, когда рождается ребенок и... С детьми, да? Это все связано с детьми. То есть вот я вижу, что это до годика, до цаокису. Беск той, а откуй, куркунаншуару и цаокису. Это... Ну давайте, сформулируйте мне ответ. Да, это мероприятие связано с... С детьми, да. С детьми, хорошо. Итак, давайте посмотрим, что у нас появляется на табло. Верна ли догадка наших участниц. Итак, там появляются... Традиция детям! Молодцы, супер! А, это их тут? Это правильный ответ, молодцы! Вы молодцы! 140 тысяч тенгет сегодня выиграла команда красного цвета. Реонора, музея, а игульки. Акбар, с этим поздравляю, супер! Так, потратим... На какой-нибудь казахский, такой небольшой той, мне кажется, да? Это будет логично. В преддверии Нового года. Очень важный вопрос, прежде чем попрощаемся. Какие вы дадите рекомендации следующим участникам нашей викторины? Как играть и выигрывать? Говоришь, нет. Самое главное, оказывается, не нервничать. Если честно, со вчерашнего дня я очень на мандражи ходила. Оказывается, в преддверии игры. Как только начинается мотор, все, ты погружаешься в эту атмосферу. Я бы сейчас еще сыграла. Еще раз? Да, еще четыре тура и финал. Леонора, вы какие дадите рекомендации? Хорошего напарника себе найти. Она меня себе получала. Это очень полезный совет, на самом деле. Друзья, приходите с классными напарниками, приходите с коллегами, подругами, семьей играть в нашу викторину. Вот здесь указан номер WhatsApp, на который вы можете написать, подать заявку. Редакторы проекта свяжутся с вами. И, надеюсь, потом мы встретимся здесь, в нашей студии. Вы сможете сыграть, испытать свои силы и, конечно же, выиграть деньги. Огромное вам спасибо. Мы увидимся с вами на Табаре совсем скоро. Всем пока! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова